Здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наш прямой эфир. Гость нашей студии Александр Полит, политолог. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сразу несколько важных вопросов. Несколько смертей поразили, честно говоря, украинцев, если можно так сказать о смертях. Так, первое, это, конечно, то, что выбросился, по крайней мере, по официальных каких-то данных из окна Чечетов. И второе, это убийство Немцова. Вот у нас традиционно в Украине больше говорили о Немцове. Но я бы хотела остановиться именно на трагедии, которая случилась с Чечетовым. Как вы считаете, это случайное совпадение? Это, ну, потому что Украина знала много нерасследованных странных смертей. Вот как вы оцениваете, что на самом деле это может означать для украинского политикума, в принципе? Это тенденции о чем-то говорят, или это просто отдельная случайность, которая произошла с человеком, который вот, ну, что случилось, что случилось? Мне кажется, что партия регионов длительное время использовала Чечетова. Ну, мы видели, как использовала его в обмен на его раскаяние в том, что он сдал Януковича в 2005 году. То есть они его не убили, Чечетова, но морально очень сильно поставили в такую позицию, которая была унизительна для него. И он это понимал. Он человек был в действительности не глупый, хотя, можно даже сказать, ну, все прекрасно понимал, по крайней мере. У меня такое ощущение, как бы появилось мнение от общения с ним. Он понимал свою роль. И мне кажется, что этот страх от вот этой банты у него был просто регулярный, систематический. И он, ну, он знал, что ему могут сделать. Или ему, или кому-то из его близких. Он это всегда прекрасно осознавал. И вот опять же, он был поставлен на такую ситуацию, где у него было два пути. Или на старости идти в тюрьму, или рассказать об этих людях, которые опять ему будут угрожать. И угроза со стороны которых очень сильная. То есть он, по сути, боялся и одного варианта, и второго, мне кажется. Вот. Именно поэтому он не выдержал. А в его возрасте идти в тюрьму, даже на пять лет, ну, он, наверное, посчитал, что это уже все. Вот. Что я могу сказать? Ну, мне кажется, что он был человеком, который не был кровожадным. А это для деятелей партии регионов очень большая редкость. То есть он не был таким садистом. И это, наверное, то, что позитивно о нем можно сказать. Он, да, он был функцией. Он согласился на эту роль функции. Функции иногда, которая была такая не очень серьезная, но в действительности также деструктивная. Но, тем не менее, вот, как и личной ненависти он в это все не привносил. В отличие от огромного количества других больших деятелей партии региона или бывшей партии региона. Я же не знаю, как это есть. Вот, вы знаете, я уж точно не являюсь сторонником избирателем партии регионов и никогда не являлась. Но, вот, наблюдая за телевизионными эфирами многих украинских каналов, я вдруг заметила, что вот, когда в один день погибли и Чечетовы, и Немцы, то все говорили о Немцове. И практически никто, просто скользко где-то в конце говорили о том, что случилось с Чечетовым. Вот в то время, как в других бы европейских странах, в Америке, это бы обсуждалось как одно из важных событий. Вот, как вы считаете, вот, почему это? Потому что он, вот, он относится вот к партии регионов, которые, ну, сейчас, мягко говоря, вот в таком позиции, где она... Или что это такое? Люди просто понимали, что он не влияет на что. Понимаете, в случае Немцова это был человек из высшего истеблишмента, который говорил наиболее остро. Во-первых. И, во-вторых, человек единственный из высшего истеблишмента российского, или отставного, или нынешнего. Ну, короче, в топ-десятке, там, или в топ-двадцатке влиятельных политиков, который говорил о том, что Украине нужно отдать Крым и извиниться. Понимаете? То есть, это была его совершенно позиция неординарная. То есть, естественно, внимание было в сторону Немцова. Потому что, ну, Чечетов ни на что не влиял. Ни тогда, ни сейчас. Он просто поднимал руку, когда ему скажут. И он, ну, зашел по этому пути в страшный, ну, и, как мне кажется, это страшный грех. Потому что самоубийство это страшный грех. И мне очень жаль, вот, именно, что он так закончил. Вот. Потому что, ну, с точки зрения христианства, это очень такое, не то что сомнительное. Это вообще противоречит всему. И, кстати, пример Чечетова, это пример того, как человек из-за плохой компании идет по наклонной плоскости. То есть, он попал в банду. В этой банде стал, занял свою позицию непрестижную, к сожалению. Ну, то есть, не к сожалению. Он занял эту непрестижную позицию и не вынес ее до конца. И не нужно было ему ее выносить. Ему нужно было ее вовремя бросить. Стать, ну, попытаться стать зубами. Он это, кстати, попытался сделать в 2005 году. Но Ющенко тогда все результаты революции сдал. И Чечетова, кстати, можно назвать жертвой Ющенко в каком-то степени. Потому что именно из-за возвращения Януковича в политику Чечетов стал тем, чем он стал. А он бы мог просто их сдать и очиститься на старости лет. Ну, и вторая смерть, о которой мы уже говорим, это вот смерть Бориса Немцова. Как вы считаете, это вот только внутриполитический фактор российский? Или это все-таки внешнеполитический фактор в том числе? И какую роль это может иметь по отношению к Украине? И если так, то вот многие же говорили, да, что в окружении Путина есть там радикальные, более радикально настроенные и люди, которые более, там, менее радикально настроенные, да, по отношению к Украине. То есть продолжать войну или все-таки как-то сворачивать эту кампанию или вести к какому-то завершению. Вот не кажется ли вам, что убийство Немцова, это, как, если хотите, какой-то толчок вот к тем, кто призывал к радикальным бействиям на Украине? Вот вы не видите здесь никакой связи? Ну, вы знаете, это возможно так, а возможно просто ненависть и поиски врагов перенесутся, и борьба перенесется на внутренний фронт в России. Потому что внешний фронт с Украиной, он становится все более дорогим и все более опасным в связи с поддержкой со стороны Запада, с возможностью новых санкций, с возможностью вооружения Украины. Да и вообще это дорого, война это дорого. А внутри это ничего не стоит. Киллер стоит мизер. И они хотят эту всю ненависть, которую накопили в стране, направить на поиск, ну, скажем, какой-то ремейк 1937 года. Я это не исключаю. Тогда это вроде бы будет менее безопасно для Украины, но вообще настолько же варварское, как и все остальное. Можем ожидать переориентации какого-то внимания Путина во внутрь России? Да, ему сейчас нужно будет объяснять людям после года истерики, даже после пару лет истерики в СМИ, подогревания градуса ненависти абсолютно целенаправленного. Сейчас им нужно будет объяснять, почему в экономике проблемы. Почему? А русские люди, они очень чувствительны, кстати, к экономическим проблемам. Правда? Вы думаете? Абсолютно. Очень чувствительны. Если вы посмотрите на это, как на историю, с точки зрения истории, то вы увидите, что все бунты в России, все происходили во время экономических кризисов. То есть они говорят о духовности, а в действительности очень уязвимы к жмутку. И вот посмотрите, например, Разин, это после картофельных бунтов, потом Пугачевщина, это не урожай на Волге, на Поволжье. И голод там был перед Пугачевщиной непосредственно. 905-й, опять-таки, кризис, аграрный кризис произошел перед 905-м годом, 1902-й, 1903-й, ну, короче, тоже бедность. 1917-й, я же не говорю, потом 1991-й, опять-таки, колбаса за 220-й, ее отсутствие очень поколебило советский режим. Поэтому Россия является крайне уязвимой для аргументов материального порядка. Я это связываю с тем, что Россия живет в атмосфере лжи. Постоянно, в той или большей мере, постоянно вот эта ложь является доминирующей. И когда, ну, скажем, в противовес этой лжи появляются чувства, чувства желудка, то эта ложь не выдерживает. То есть вот эта вся лживая схема, она разваливается. И так было, ну, несколько раз, и я думаю, что так же будет и в случае в будущем. Поэтому для России, для российского руководства санкции смешили Искантеры раньше. Но когда они становятся действительно реальным фактором экономики, увольнений, там, уменьшения зарплат и так далее, когда это не просто, ну, какое-то действие такое символическое, то они становятся серьезной проблемой для России. Мне кажется, что, ну, уменьшение агрессии, ну, не то, что уменьшение, а замораживание определенного этого конфликта на Донбассе, оно связано в том числе и с осознанием российским руководством, что в ближайшем будущем могут быть очень серьезные санкции, которые будут бить не по друзьям Путина, а по экономике в целом, по российской. И они тогда готовы зажимать гайки внутри? Да. Им нужно будет объяснять, почему так. Почему так, понятно, потому что в Украине фашисты, а агентура фашистская, значит, на территории России. И вот с этой агентурой будут бороться, с этой гидрой. Хотя в действительности, если вы увидите, они борются с бабушками, с дедушками, с какими-то божьими одуванчиками, совершенно не похожими на террористов. То есть сейчас Россия, по сути, делает то, что она делала традиционно последние лет 500. То есть она противопоставляет себе и противопоставляет себя самым умным, самым честным и самым деятельным гражданам своей страны. И если вы увидите, опять-таки, с точки зрения истории, это достаточно часто было. Это было, ну, например, если я начал уже говорить о 500-летней истории, хотя можно и глубже копать, то у Ивана Грозного это было противопоставление, так называемой, земщине, то есть традиционной аристократии. Вот он ее просто уничтожил. У Петра Первого приблизительно то же самое, традиционной аристократии. Он своих любовников противопоставлял, так сказать, традиционной российской аристократии. Или московской, московицкой тогда. И дальше, и дальше то же самое. И большевизм это кто был ничем, тот стал всем. Вот, и, скажем, такая модель могла действовать в сырьевом государстве. То есть, когда главное это там собрать пушнину и продать, или лес, или пеньку, или что-то в этом духе. И большого ума не надо. Эта же система действовала и в нефтяной сфере, когда украинцы, азербайджанцы и всякие другие национальности добывают нефть на русском севере. Потом эта нефть продается. И, соответственно, умные, красивые, честные никому не нужны в этой системе. Поэтому, когда вот эта сырьевая модель рушится, когда сырье уже не уникально, во-первых, когда его очень много, когда нужно начинать зарабатывать умом, вдруг оказывается, что ума, какой-то честности, это тоже, кстати, ресурс экономический, если в обществе существует честность, порядочность. Вот этого нет. И нечем зарабатывать. И если из России каждый год выезжает 200 тысяч представителей среднего класса, вроде бы мелочь, да? Ну что такое для 140 миллионов страны 200 тысяч. Но дело в том, что это именно те 200 тысяч, которые могли бы организовать предприятия, которые просто не выдерживают той ситуации и индивидуально спасаются. Мне кажется, что проблемы России, современные, когда у нее будет в этом году от 3 до 5,5 минимум падения ВВП, это последствия именно политики выдавливания мозгов честности из своей страны. Вот две интересные мысли у вас прозвучали. Одно я хотела еще раз уточнить. Я правильно понимаю, что убийство Немцова говорит о том, что Россия вынуждена оправдывать не до конца решенный конфликт на Донбассе теперь внутри страны. И именно это будет означать зажимание гаек, а для нас это будет означать замораживание какого-то конфликта на Донбассе. То есть мы не будем ожидать новой фазы активности там. Вот это я правильно увязала или нет? Потому что это интересная мысль. Нет, я хотел сказать, что они не оправдывают отсутствие решения конфликта на Донбассе. Ну, внутри, для себя, для своих людей. Для своих людей это неинтересно. Им не нужен тот Донбасс. Вы знаете, 99% россиян никогда не были в Европейском Союзе. 100%, практически 100% никогда не были в Соединенных Штабах. Но при этом 86%, даже 83% не имеют загранпаспорта. Но при этом 86% знают, как загнивает Запад. Поэтому им Донбасс это сущая теория. Да, они в информационном смысле практически живут в Украине. Россияне. То есть они создали себе иллюзию. Они знают наших премьеров, вице-премьеров, министров и так далее. Лучше, чем своих собственных. И я знаю, зачем это делается. Людей просто отвлекают от своего убогого и серого существования возможностью быть причастным к стране, которая другим делает плохо. То есть это такое садомазо, российская традиционная конструкция. Но им это несущественно. То есть что там Донбасс? Они после Донбасса могут выдумать еще там какую-нибудь Северный Казахстан или что-нибудь. И потом болеть об этом. Или в середине страны найти врагов. И вот эту ненависть, скажем так, канализировать. Главное, это стычка с экономикой российского общества, которая произойдет в самом ближайшем времени. И российского государства. И эта стычка, скорее всего, будет достаточно серьезная, а она отрезвляющая. Потому что, вы знаете, в 88-м году 95% советских граждан поддерживали ЦК КПСС. А потом через год, через два, после стычки опять-таки с экономикой, это все совершенно по-другому оказалось. Поэтому сейчас Россия будет искать возможности, ну скажем так, так мухлевать свое население, чтобы не было еще хуже для экономики. То есть вот что будет происходить? То есть они будут искать врагов. Они будут делать диверсии в Украине, скорее всего, и раздувать их до огромных масштабов и так далее. То есть это все будет, да, скорее всего. Но они будут пытаться, мне кажется, если у Путина остались остатки здравого смысла, а я думаю, остались, то они будут пытаться сделать это все с минимальными потерями для собственной экономики. Потому что она просто может не выдержать. Ну вот я уточнение сделала. Это означает, что Путин будет вести войну на двух фронтах. Внутри страны, зажимая гайки. И это будет для него тоже непростая война. И внешне. Вот будет ли где-то больше, где-то меньше? Означает ли это, что если он будет более сакцентирован на то, что происходит на этой стране, может быть, тогда мы можем ожидать, что он будет как-то пытаться свести на нет конфликт на Донбассе, оставить это замороженным или каким угодно? То есть можем ли мы ожидать, что усиление репрессий на этой страны как-то сдержит его от наступления, условно говоря, на Мариуполе, если хотите? Нет. Мне кажется, что он бы захватил все, что ему было бы возможно позволено. Но другое дело, что какие-то атаки на Украину, они чреваты. Ну, во-первых, это нелегко. Даже по Дебальцеву это видно, там потери у россиян большие. Это просто там собраны люди, которые туда поехали преимущественно сами. И как бы, если бы это были призывники, был бы гораздо больший резонанс от этого всего. В России? Да. Ну, он уже есть. Вы знаете, уже десятки сообщений в СМИ о потерях русских там. Ну, и это, извините, Дебальцево, маленький городишко, кишка, которая была зажата между оппозициями боевиков. То есть, если идти куда-то в другую сторону, это все может гораздо больше стоить. Во-первых. Во-вторых, есть очень серьезный фактор вооружения Западом Украины, возможности вооружения Западом Украины. То есть, он сейчас практически в стадии проработки окончательного решения. И, конечно же, если бы Россия, ну, скажем, сейчас спровоцировала какое-то насилие, очередной виток, то я думаю, что это решение было бы принято. И западное оружие, оно чем хорошо, тем, что оно высокоточное. Что мы видели со стороны российского вооружения? Это уничтожение Мариуполя градами, это обстрелы городов, просто уничтожение центральной части Дебальцева как таковой, потому что там уже никто жить не будет, скорее всего, в ближайшее время. То есть, Запад, он на каком-то этапе технологическом, где-то в 70-х годах, Соединенные Штаты сделали прорыв в сферу высокоточного вооружения. И мы уже во время войны в Ираке в 91-м году видели огромное преимущество американцев в этой сфере. Вот если они маленькую часть от этого, массенькую часть от этого преимущества предоставят Украине, то потери террористов российских будут таковыми, что, я думаю, желающих влезть в танк там не будет. Отвечает ли это, что Путин, боюсь, провоцировать передачу оружия Украине все-таки остановится и не пойдет на Мариуполь, как заявляет глава, ну, несколько дней назад он заявил, глава американской разведки, и он сказал прямым текстом, что он ожидает, что весной Путин пойдет на Мариуполь. Нет, мы не можем ничего говорить. Если он будет видеть, что оборона Украины слаба, а поддержка Украины со стороны Запада также слабы, то он пойдет. А если он увидит, что поддержка сильная, а армия укрепляется, то он будет дестабилизировать каким-то другим образом Украину. Ну, просто, понимаете, ситуация такова, что в России в скором будущем будет огромное количество проблем таких, что, возможно, им даже будет не до Украины. Ну, вот, возвращаясь к минским договоренностям, да, вот как-то мы мало... Знаете, был такой накал-накал-накал страстей вокруг Минска-2, и потом вдруг начался какой-то процесс выполнения этих договоренностей, и как-то информационно это немножко сошло на нет. И до сих пор сегодня непонятно. То есть боевики утверждают, что они отвели оружие, УБСЕ это не подтверждает, да. Что делать дальше, до сих пор непонятно. Мы объявили о том, что мы в одностороннем порядке это оружие отводим. То есть вот, как вы считаете, насколько реально сегодня исполнение этих минских договоренностей? И вот, если да, то что будем делать дальше? Если нет, не выполняют боевики эти договоренности, и Россия в том числе, то что будем делать тоже дальше? Ну, в любом случае, Украине нужно укреплять свою армию. То есть сейчас, как говорят, заводы работают, закупки идут. Будем верить, что это так. Я думаю, что это так. Вот, проходят мобилизации. Мобилизации, кстати, проходят неплохо. В многих областях, которых я знаю, уже далеко за 80% по плану, несмотря на то, что еще до конца мобилизации, там несколько месяцев, ну, первого этапа. То есть 100 тысяч в этом году будет мобилизировано достаточно просто. Вот, а если захотят, то и больше. Кроме того, возобновляется призыв в армию с 20 лет в Украине. Вот, призыв на небольшой срок, пока что год, по-моему. Вот это маленький срок. Но, тем не менее. И идет работа с Западом о возможной военно-технической помощи, которая была бы очень важна Украине. И Запад сам предлагает своих инструкторов. То есть даже не то, что... Это была, по сути, инициатива Запада. По направлению своих инструкторов и проведения военных учений в Украине. И в этом году будут такие инструкторы в достаточно массовом количестве со стороны нескольких стран Запада. Вот, то есть они будут учить наших солдат, в том числе и применению западного вооружения. Вот. Это нам очень важно. Почему? Потому что украинцы являются очень воинственным народом. Как мы увидели, у нас из простых хлопцев, набранных, просто моментально возникли в отдельных случаях очень боеспособные подразделения. Это, я считаю, что это стреляет какая-то историческая память у людей. Но, с другой стороны, просто энтузиазмом подменить науку и подменить вооружение, которое не было, это достаточно сложно. И поэтому то, что нам Запад даст к нашему энтузиазму и науку, ту, которую они имеют новейшую, в том числе с использованием высокоточного вооружения. И соответствующее учение, это будет очень хорошо. То есть это нам позволит укрепиться очень быстро. До такой степени, что Россия, возможно, трижды подумает перед тем, как продолжать некую эскалацию. Мне кажется, что для России было бы полезно сдать иномену Ковича или кого-нибудь. Или вот после Путина следующий их руководитель сказал бы, это не я, это не мы, это все он. Давайте жить дружно. С Путиным, я думаю, что этот фокус не пошел. То есть мы уже никогда не сможем не просто не быть братьями, а договориться. Нет, я думаю, что если российское руководство после Путина сделает следующее новое российское руководство, сделает вид, что они к этому не причастны, и вообще это какой-то эпизод и так далее, то теоретически это можно попробовать, такую политику провести. Вот. Ну, это их выбор, это их собственный выбор. Если они считают, что Украина является удобным мальчиком для битья, для того, чтобы там доводить до психоза свое собственное население, то мне кажется, скоро они убедятся в противоположном. Как вам кажется, что происходит сейчас на оккупированной территории? Что это будет? Это будет зона с замороженным конфликтом. Вот на самом деле ведь там сейчас живут люди, и что с ними будет? Что там будет происходить? Будут ли там избираться по минским договоренностям местные власти? Или все-таки не удастся этого сделать? И сможет ли сейчас Украина финансировать на самом деле снова эти регионы? Я думаю, что там русский мир сейчас, то есть война. Русский мир — это война. Оптимистично. Да. Там сейчас русский мир, это означает беспредел в своей крайней степени. То есть каждый бурят или там, я не знаю, какой-то еще с автоматом, он может прийти, ограбить, убить, расстрелять и так далее. Это все регулярно там происходит, кстати говоря. То есть мне кажется, что в экономическом смысле такие образования, они совершенно не жизнеспособны. Никакой инвестор в здравом уме туда не пойдет, где катаются на танках всякие банды и грабят, и сдают на металлолом его предприятия. Если мы назовем их народной милицией, переименуем их. Да. Значит, оттуда, во-первых, чтобы там была народная милиция, оттуда должны уехать иностранцы, согласно Минским соглашениям. Иностранцы сейчас составляют где-то около 70% от всей количества боевиков. Если мы говорим про 30 с чем-то тысяч, то 10 тысяч – это местные, а остальное – это русские. Или русские солдаты, или бывшие русские солдаты, которые туда поехали наемниками. И, естественно, вся эта лавочка должна закрыться, они должны уехать. Но я думаю, что хотя бы Путин может дать приказ и всем, и тем, и другим, но он, скорее всего, такой приказ не даст им. Ему эти десятки тысяч грабителей, разбойников и так далее на собственность территории не нужны. Вооруженных и почувствующих запах крови. Да, да. То есть ему… И поэтому я думаю, что там будет проходить деградация, а население будет частично выезжать в Украину, на другие части Украины, а частично на территорию России. Мне кажется, что вот это демографическое уничтожение Донбасса – это один из планов Кремля. То есть мы знаем, насколько тяжелая ситуация демографическая в России. И действительно тяжелая, потому что каждый год будет по полтора миллиона уменьшения трудоспособного населения. То есть это еще один фактор в сторону того, почему у России сейчас в экономике кризис, когда весь остальной мир нормально себя развивается. То есть понимаете, чем отличается от, например, 2008 года и предыдущего кризиса 2008-2009? Тем, что тогда был он во всем мире, а сейчас он очень локальный. Он на территории России, на территории Украины, на территории постсоветского так называемого пространства. В Белоруссии тоже кризис. Вот. И в Казахстане, кстати. Девальвация недавно была на треть. Такая приличного размера. И вот пытаются все возможные трудовые ресурсы из Донбасса выдавить. В Россию, что ли? В том числе в Россию. Куда уедут? Если в Украину, они, значит, они считают это. Они предали. А тех, кто в Россию, они там живут в ужасных условиях, работают в ужасных условиях. И что интересно, им покупает билет в одну сторону российская страна. То есть российское руководство, вот бывая, берет, покупает билет, ну, сначала там вывезли их до Ростова, а потом Ростов и какой-то Салихард или Якутия, Якутия или еще что-нибудь такое. В одну сторону. Представляете, там морозы минус 60. А что им в другую сторону покупать-то? Едут же? А что им они должны? Они же не путешествуют. А они там в шоке. Эти люди, которые, и у них нет ни одежды, им ничего не дают, у них зарплаты мизер. Вы, кстати, слышали вот этот очень интересный переговор СБУ записала? Я думаю, что реальная история. То есть я не думаю, что это СБУ там наговорило, а там они слушают много чего и есть из чего выбирать, скажем так, вместо того, чтобы выдумывать что. И там сестра одного боевика на Донбассе, ну, местного боевика, жителя Донбасса, она рассказывает о том, какая, так сказать, проблема, ну, какая задница. В таких городах Оренбург, Екатеринбург, Самара, она все это называет такими словами соответствующими. Она говорит, что там за мизерные деньги люди работают, и очень смешные деньги по донецким меркам, по донецким бывшим меркам. Ну, это вообще известный факт, то есть ничего здесь фальсифицировать не надо. Есть в России несколько регионов, которые зарабатывают. Это Москва, чуть-чуть Ленинград и нефтяные регионы. Ну, и немножко там Северный Камхаз, где, ну, имеется в виду Краснодарский край, где более-менее какие-то ситуации в экономике еще есть. Хотя Краснодарский край тоже с проблемами. То есть все остальное это ничем не лучше бывшего Донбасса. Ну, конечно, после того, как его развалили пушками, то какую-то часть жителям вот этих разваленных домов все будет лучше. Ну, вот сейчас теоретически мы должны возобновить социальные выплаты на Донбасс. Это очень важно, как бы, да, по минским договоренностям. Насколько Украина готова к этому? И насколько вообще Украина готова к исполнению минских договоренностей? Вот если объективно это так говорить. Ну, смотрите, в минских договоренностях не написано о возобновлении социальных выплат, а написано о том, что Украина должна рассмотреть модальности. Это буквально так написано. Рассмотреть модальность возможного возобновления социальных выплат. Что это значит? Это значит, что модальность может быть следующей. Украина, как только получит соответствующее количество налогов, собранных с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, ни с каких не с ДНР и ЛНР, а именно с отдельных районов Донецкой и Луганской области. Которые сейчас оккупированы. Да, они, я подчеркну это согласно минским договоренностям, никакого Захарченко, никакого платниста не существует. Никаких ДНР и ЛНР не существует. Они называются отдельные районы Донецкой области. Орда, если хотите. Орда. Отдельные районы Донбасса, пускай это. Да, правда, если сократить все, так получается. Да, вот такое парадоксальное сокращение, точнее, очень точное. И поэтому Украина может говорить им, давайте посмотрим, какие у вас предприятия работают, пускай они платят налоги по украинскому законодательству. Тогда мы рассмотрим модальность платежей. Но, понимаете, в чем ситуация? Ситуация в том, что 90% пенсионеров сейчас из Донбасса ездят на свободные территории и снимают там денежку. Не 90%, нет. Не 90%, но вот была такая цифра. Да, была такая цифра, может быть, она слишком преувеличена. Это цифра наших властей, которые говорили, что 90%. Я не знаю, возможно, меньше, да. Конечно же, этим людям, которые там живут, очень сложно. Как они живут, что они там продают, и не имея возможности там выехать куда-нибудь, это просто себя тяжело вообразить. И мне кажется, что Украине необходимо сделать некую продовольственную программу для этих людей. То есть продовольствие в обмен на уголь. Вы помните, как в Ираке была формула нефть в обмен на продовольствие? Да, да. И вот что-то такое в обмен на... Что есть на тех территориях? Ничего нет, кроме угля. То есть аграрный сектор слабенький, металлургия сейчас в связи с перерыванием цепочек тоже легла практически. Остался уголь, которые просто заходят туда, копают и выносят, и до сих пор продают. Поэтому нам нужно сформировать какое-то количество продуктовых пайков для этих людей. И если местные, вот эти отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут поставлять уголь, туда пойдут продовольственные пайки, чтобы, мол, деньгами не финансировать терроризм. Пускай это будут хорошие пайки, пускай это будут большие пайки, чтобы люди реально могли прожить. Мне кажется, это будет гораздо... Вместо пенсии вы имеете в виду? Да. Ну, до того момента, пока не будут выполнены полностью все минские соглашения. Потому что все минские соглашения, они предусматривают в том числе и контроль за границей. К концу года. Да. И вот когда до момента, пока они не будут выполнены, пока это будет как рычаг влияния некого, пока нам этих людей нужно прокормить, я так считаю. С чисто гуманитарной точки зрения. Ну, и пролечить, да? Потому что там просто реально умирает столько людей, которые не позволяют. Элементарные лекарства. Да, но как их пролечить, представляете, если огромное количество врачей просто выехали с тех территорий. Вот как их пролечить? Отправить туда врачей? Ну, они даже лекарства не могут себе купить. Вот если продпайки, так за счет чего людям лекарства покупать? Тоже вопрос. Тоже вопрос, да. Ну, возможно, там, я не знаю, и в том числе организовать к этим продпайкам какие-то базисные лекарства. В том числе. И чтобы Украина, ну, чтобы они поняли, что Украина не враг, эти люди в том числе. Потому что очень много обманутых. И уже автоматы дают людям, детям. Вы видели, наверное, террористы, чтобы они стреляли по украинцам. То есть идет такая пропаганда. Пускай на этих даже продпайках будут украинский герб и украинский прапор, чтобы они понимали, от кого они это получают. Вы думаете, это приведет к положительным восприятиям? Я думаю, да. Почему нет? Уголь в обмен на продовольствие – это очень нормально. Это нормально действительно, что есть в Украине и что есть на Донбассе. Больше там сейчас ничего нет. То есть экономики как таковой нет. Есть, ну, мизер какой-то шевелится на этих территориях. А в основном, если вы посмотрите, просто распиливают предприятия на металлолом. Ну, что могут, то делают, конечно же, и стратегически. И что после этого будет? Голая выжженная земля? Ну, вот и второй, на самом деле, важный вопрос после Донбасса – это то, что происходит у нас здесь в стране. Вот вчерашнее голосование Верховной Раде непростое, сложное. Слухи о том, что готовится отставка главы Национального банка, ситуация с гривней. Слухи о том, что готовится отставка кабинета Еценюка и так далее. То есть так много на самом деле слухов вокруг непростой экономической ситуации в Украине, что хочется понять, вот может ли это перерасти в какие-то политические катаклизмы. Вот ваш прогноз. Или все-таки мы выстоим, сможем и... Трения есть, и они всегда бывают. Но, мне кажется, и у президента, и у премьер-министра хватает ума, чтобы понимать, что доводить до какого-то конфликта – это вообще совершенно нерационально, и глупо, и губительно. И, кроме того, есть парламент, в котором достаточно большое количество патриотических здравомыслящих людей. Да, они где-то неопытные, многие из них. Но иногда политический опыт – это бывает во вред. То есть такой политический опыт, как был в Украине последние 15 лет – это было во вред. Вот. Что мне не нравится в этой ситуации, что реформы у нас происходят, нет внутреннего драйвера реформ, внутреннего. А у нас есть реформа. Давайте начнем с этого. Потому что все же говорят, что ни одна реформа в Украине не началась. Значит, если реформа прокуратуры, произошла серьезная реформа прокуратуры. И этот орган может быть... Ну, там главное сейчас зависит от качества кадрового очищения. Если этот инструмент наполнить правильными кадрами, он будет работать гораздо лучше. У него есть для этого возможность. И произошла судебная реформа. Вот буквально на днях президент подписал закон, по которому увеличивается роль парламента, увеличивается роль высшей рады юстиции и увеличивается роль Верховного Суда для контроля за судебной системой. То есть судьи, которые с пистолетами ездили, это уже, скорее всего, в прошлом. Которые, ну, демонстрировали свою безнаказанность. Вы знаете, что уже дал Верховный Суд добро на арест трех судей? Да, я хотела только задать этот вопрос. Да, вот, пожалуйста. Я думаю, что это, конечно, очень малая толика, но это сигнал для всей системы, что так судить, как они судили раньше, уже нельзя. И поэтому я думаю, что у нас будет гораздо больше правосудных, реальных решений. Но, конечно же, всю систему судебную необходимо провести через детектор лжи несколько раз. И устроить это регулярно. Потому что, ну, мы знаем, что детектор лжи там 95% оправдывается. Да, кто-то научится его дурить. Некоторое маленькое количество психологически стойких людей этому тоже учат. Но большинство не пройдет. Большинство хапух и так далее, и так далее. Если им просто в лоб поставить, брал ли ты денежку за результат судебный, мне кажется, что у нас будет очень радикальное очищение судебной системы. Ну, то есть вы считаете, что реформа продвигается? Вы сказали, вам не нравится. Умедленно. Мне не нравится, что у нас реформы, как будто МВФ заинтересован в реформах больше, чем правительство. Ну, выглядит так. Мне кажется, что правительство, что Янценюк давным-давно должен был поставить задание министрам, чтобы они к нему каждый день приносили какую-то идею, как улучшить жизнь людей. Вот без идеи приходишь, значит, ты профнепригодный. Вы знаете, это когда вы так сказали, я вдруг почувствовала, что многие подумают, лучше не надо. Потому что у нас такие инициативы, они же чреваты. Нет, но если чреваты инициативы, то тем более профнепригодный. Есть ли плохие инициативы? Инициативы должны быть хорошие. Вот сейчас, например, я написал законопроект один, возможно, будут рассматривать, о легализации провоцирования взятки. Что это значит? Это значит, что если человек идет или к главе милиции местной, главе СБУ, или к главе прокуратуры и берет у него бумажечку некую, что я завтра буду давать взятку такому-то человеку для того, чтобы его засечь. И каким-то образом или сам этот человек, или соответствующий орган проводит фиксацию этого всего дела, то человек получает из имущества и денег взяточника в 5-6, 4, 8 по разным статьям, в 4-8 раз с его денег. А это вот то, что предлагала Тимошенко во время избирательной кампании, фиксация? Да, но они только предлагали, они ничего не сделали пока что. Нет законопроекта, как таково, у них. Где-то там в парламенте что-то бродит, но я посмотрел, что еще такого не было. Ну, по крайней мере, один был такой более-менее конкурирующий законопроект, пара депутатов, но я посмотрел, немножко он не такой. Вот, я ему написал, сейчас отдал депутатам, возможно, его примут. Очень бы мне хотелось. Зарегистрировали его? Нет, еще нет. Вот, и такого рода вещи очень простые. Ну, вот, премьер-министр выходит на заседание кабинета министра и говорит, стучит вот так, говорит, что за безобразие. Мы отменили проверки, а чиновники ходят опять с проверками и требуют взяток или там каких-то вещей. Что это за безобразие прекратить немедленно? Ну, ты сказал А, уважаемый Арсений. Скажи и Б. Представь законопроект, по которому попытка прохождения с проверкой, которая незаконна, должна караться А, значит, соответствующим тюремным заключением, и Б, там, например, конфискация половины имущества. То есть, ну, если ты уж критикуешь, то давай уж будь последовательный в этой критике и дай возможность даже людям, извините, самим поймать этого проверяющего или позвать, по крайней мере, милицию, СБУ, там, прокуратуру и так далее. И вы увидите, что таких проверяющих их уменьшится в разы. Не, ну, вы же опытный человек, вы же понимаете, что одно дело, что ты говоришь на камеру, а другое дело, какую разнарядку ты отдаешь вниз. У нас же эти проверяющие органы, там, может быть, сейчас собирают срочно денег какой-то из бюджетов. Вот, но тогда нужно говорить, это реформы или это, так сказать, некие сотрясания воздуха для рейтинга. Вот, если это реформы, то я уверен, что люди будут это понимать и поддерживать. И запомнят даже маленькие реформы, маленькие улучшения жизни и вообще упорядочивание справедливости в нашей стране. Ну, последний вопрос, от которого точно нельзя избежать. Что, отправим главу Национального банка на этой неделе в отставку или нет? Ну, вот, весь интернет заполнен. Да, нет, да, нет. Я думаю, если дадут, пока развивается все для нее благоприятно, гривна пошла укрепляться, законы приняты, МВФ, соответственно, скорее всего, даст нам деньги, поэтому она может это пересидеть. Но мне кажется, какое-то поведение, я не являюсь специалистом, мне очень трудно судить, что там было правильно, что там было неправильно. Но в момент девальвации такой стремительной, как-то он слишком подозрительно себя обвел, Национальный банк, слишком подозрительно. Он и не сказал, что он все отпускает и все дает на волю рынку. Это буквально слова прозвучали недавно эти. А в момент непосредственной девальвации оно, поведение было достаточно подозрительным. И нужно очень четко посмотреть, не было ли там какого-то частного интереса. То есть, потому что регуляторные функции, инсайдерская информация, они позволяют зарабатывать большие деньги на этом. И все предыдущие власти, которые были в Украине, на этом зарабатывали. Но это не заработок, это просто воровство называется. Ну, я вам хочу сказать, что достаточно удивительно выглядит, когда президент вызывает главу Национального банка, стукает кулаком по столу и говорит, вот даю неделю, через неделю курс 20 просто. И тут вдруг оно реально раз, и практически внешний курс 20. Ну, еще не 20, 25. Ну, окей. Ну, не 40, и не 50. Ну, честно говоря, реальный курс гривны, он гораздо сильнее, чем тот, который сейчас демонстрируется. Почему? Потому что, знаете, есть такой индекс Бигмака, вот недавно его проводили, и оказывается, по этому индексу, ну, базовые продукты берутся, по этому индексу в Америке можно купить на доллар, а в Украине то же, что в Америке на доллар, на 3,3 гривны 90 копеек. То есть это как бы реально. Ну, мы понимаем, что такого нет, ну, пускай 15, ну, пускай даже, я не знаю, 17, ну, 25, 28, 30. Это значит, что мы в Украине можем купить, грубо говоря, гречку за 10 гривен, вывести в Европу за 2 евро и заработать экспортерам огромные деньги на этой, ну, на этой диспропорции. Эта диспропорция просто огромная, если у нас валюта стоит так мало. Это неправда. Она стоит достаточно много, и достаточно на ней можно купить базовых товаров на внутреннем рынке. Вы имеете в нашу гривну? Да, да. Ну, и ваш маленький прогноз, если возможно, на ближайшее время, вот, и включая Донбасс, и, возможно, вот, внутриполитическую ситуацию. Вот, многие же говорили, что с весной могут быть, там, масса недовольств, и все прочее. Вот, ваша позиция. И вот, особенно, если посмотреть на вот эту ситуацию под Нацбанком, помните, вот, эта история с людьми, которые, там, пытались валютные кредиты, брали, и вот, там возникли у них проблемы, когда, вот, снесли палатку и так далее. Вот, вы можете ожидать, что увеличится количество таких протестов, или, что ожидаем? Нет, количество протестов может увеличиться, но оно будет инспирировано. То есть, у нас люди прекрасно понимают, что, многие люди понимают, что это момент, в котором некоторые, даже многие, теряют мужей, теряют сыновей, теряют отцов. И в этот момент рассказывать о своих кредитах, которые, кредит, что это такое? Это незаработанные деньги. Рассказывать о том, что ты, извините, лоханулся, когда взял кредит валютный, а не гривненный, это не совсем является справедливой, не совсем правильной. То есть, мне кажется, что у нас есть демократия, у нас будет скоро выбор местный. На этих местных выборах все, все украинские, мы получим очередной отдушину. Люди проголосуют за того, за кого захотят. То есть, в таких условиях, вот эти, такие бунты, они бесперспективны, они ни о чем. А как будет, вы знаете, скоро день рождения Шевченко Тараса Григорьевича, и вот у него есть один хороший стих, который заканчивается такими словами. «А мы помолимся Богу, и не богатые, и не убогие». То есть, вот так и будет, как в том стихе написано. Можете почитать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был Александр Полий, плитолог. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами и увидимся. Субтитры подогнал «Симон»